Приветствую всех! Меня зовут Александр Пряхин, и сегодня буду рассказывать вам о долгоиграющих приложениях в PHP. Чем занимаюсь в свободное от конференции время? Я руковожу командами в компании Авито, вообще в руководстве командами с 2014 года, параллельно с этим преподаю. Да и, наверное, хватит уже обо мне. Давайте приступать непосредственно к теме сегодняшнего моего доклада. О чем говорим? Коротко об адженде. Посмотрим на работу PHP скрипта by design, как он у нас, соответственно, должен работать сам к себе. Посмотрим на типовые задачи за пределами этого поведения, посмотрим на разные кластеры задач, которые могут быть решены параллельными вычислениями или синхронными вычислениями. Поговорим о реализации демонов, больших обработок и сделаем для себя, конечно же, выводы. Если мы посмотрим на историю языка PHP, то, конечно же, не сможем не столкнуться с фразой о том, что PHP рожден, чтобы умирать. И когда-то давно, если там полистать став реформу, можно увидеть информацию о том, что PHP плохо обрабатывает большие данные, PHP течет по памяти, PHP не умеет многопоточности. Вообще есть прекрасный язык Go и зачем нам нужен PHP. Как раз таки вот на экране есть QR-код на статью, одноименную PHP рожден, чтобы умирать, которую вы можете при желании почитать, но на хабре, я думаю, многие из вас ее уже видели. By design PHP у нас работает каким образом? У нас есть PHP-запрос, веб-сервер у нас его принимает, передает его на выполнение SAP, PHP, FPM. Дальше мы идем в базу данных, оттуда вытаскиваем какие-то данные и формируем ответ, возвращаем его пользователю. То есть инициируемся пользователем, ничего не помним между запросами и работаем, по сути, миллисекунды, ну, на край несколько секунд, если какая-то небольшая страничка homepage на chart-хостинге. Но, когда мы говорим о проектах, которые живут уже какое-то время, у нас появляются производные задачи. Например, у нас есть какой-нибудь e-commerce проект, и к нам приходит бизнес, говорит, что нам вот хочется построить отчет за год с разными срезами. А еще мы не хотим по крону каждую минуту обрабатывать события, мы хотим сразу на ивенты реагировать. А еще у нас приходит очередь событий, и мы хотим их слушать. А еще нам когорты хочется, а вообще мы хотим ДВХ у себя построить. И кажется, что появляются какие-то новые задачи, которые как-то надо решать. И, по сути, из перечисленных задач, что мы видим? Какие у нас есть классные проблемы? С одной стороны, у нас есть обработка большого объема данных для отчетов. С другой стороны, нам нужно данные в небольшом количестве обрабатывать, но реагировать сразу и слушать постоянно. И, конечно же, все это уже у нас не укладывается в PHP-by-дизайн работу, то есть все это работает, условно, дольше нескольких секунд и требует какого-то более сложного подхода. Капитан Очевидность приходит к нам и говорит. Но есть же другие языки. Давайте возьмем тот же самый ГО и будем писать на нем. Замените ГО любым другим языком, который вам больше нравится. Но что мы здесь видим? С одной стороны, мы можем взять и принести команде учебник, курсы, менторы, как угодно, и команда будет учить новый язык. Экспертизу команды при этом не будет. Команда у нас будет дорожать. Ну, ребята такие, я же выучил новый язык программирования, давайте-ка мне повышайте зарплату, я молодец. И, конечно же, мы будем собирать здесь разные грабли. Как видим, это не совсем идеальное решение, не серебряная пуля. С другой стороны, мы можем нанять готового специалиста с рынка, он нам придет, заходит все, у нас все это появится. Но будет ли человеку достаточно задачи? И здесь уже явно идет удорожание, потому что специалист с рынка – это дополнительное место в команде, это дополнительные расходы на фонд оплаты труда. И мы начинаем задаваться вопросом, так ли плохо PHP? Действительно ли там нельзя решить вот эти задачи? И давайте попробуем разобраться на примерах. Как я уже сказал, у нас есть два кластера проблем, это большие обработки и, соответственно, темы. Начнем мы с больших обработок. Большая обработка классическая выражается чаще всего в том, что у нас нужно обработать какой-нибудь огромный отчет. Что у нас происходит? Мы хотим строить отчет наш, мы набираем большой бэш сырых данных, трансформируем как-то его, преобразуем, склеиваем эти данные, строим какую-то структуру из них и в итоге формируем представление. Казалось бы. Но, естественно, с ростом нашего приложения, с ростом объема данных у нас, естественно, и проработка этого отчета, она будет разрастаться по времени, по ресурсам. Это не круто. С чем мы здесь можем столкнуться? Во-первых, если мы набираем сырые данные, у нас их может быть очень много, либо у нас может быть много различных источников, откуда их надо собирать. Если данных много, понятно, да, там нам нужно их все обойти. Если много разных источников, нам нужно в каждый источник сходить и понадергать оттуда данные. С другой стороны, в момент трансформации у нас уже собраны эти большие данные, нам нужно, соответственно, их как-то склеить. И, опять же, их либо много, либо какая-то сложная логика склейки, либо и то, и другое вместе. И с этим нужно будет как-то бороться. И первый хинт, с которым можно, соответственно, уже идти и работать, исправлять все, что нужно, это потоковая обработка. То есть мы читаем только то, что хотим обработать здесь и сейчас. То есть, например, мы получаем порциями данные из, ну, скажем, большого какого-то источника, там, файла, неважно чего. То есть типовая ошибка здесь – это я хочу получить все и сразу и обработать. Так делать, конечно же, не надо. И здесь нам на помощь приходят старые добрые генераторы. То есть на самом деле здесь даже можно решать эту задачу без многопоточности, без асинхронности. Но у нас есть оператор, собственно, Yelp. Это то, что у нас выбрасывает данные в момент получения их. То есть мы не собираем все, что мы наработали из нашего файла в одну большую переменную. Мы выбрасываем сразу же по обработке полученные данные. То есть объем памяти у нас равен размеру самой большой итерируемой части. То есть мы не работаем со всем файлом, например, мы работаем с одной строчкой. Не происходит аллоцирования памяти для промежуточного хранения. По факту мы сразу выкидываем результат. И на выходе мы тоже должны обрабатывать этот результат правильно. И на самом деле, если вы будете углить про итератора, например, вы увидите уйму примеров о том, что действительно, да, давайте выбрасывать эти данные. И сразу же все будет хорошо. Но на самом деле нет. Если мы их будем выбрасывать и дальше с другой стороны, например, каким-нибудь фарычем складывать их в какую-то консолидированную переменную или в массив и так далее, у нас рост потребления памяти будет каждый раз кратный. То есть с каждым накоплением у нас это будет вырастать, вырастать, вырастать. Особенно если мы там начинаем работать с массивами, там вообще рост будет очень интересный характер носить. Коему интересно, можете как-нибудь попробовать. Если мы хотим действительно экономить память, то и на выходе мы должны соблюдать правила обработки. То есть как только нам приходит какой-то кусочек результата, мы его процессим и либо выкидываем в промежуточное хранилище куда-то. Это быстрый кэш и еще что-то в этом духе. Но ни в коем случае не сохраняем его. То есть мы должны понимать, что мы работаем с конкретно маленьким кусочком данных. Только тогда мы будем действительно экономить нашу память. В противном случае мы будем ее расходовать только не в месте обработки файла, а на выходе там, где мы это все дело консолидируем и начинаем жрать ресурсы. Но, опять же таки, если файл большой, мы его обрабатываем при помощи генераторов, возникает вопрос, это же долго, как здесь быть? Нам не хочется ждать и мы хотим обработать все быстрее. Можем распараллилить. Можем взять и наш большой кусок данных попилить на кусочки поменьше. Каждый из этих кусочков своей обработкой обработать и промежуточные результаты консолидировать в один. Гуглим MapReduce и получаем очень похожую картинку. Но то факт, что он как раз таки в этом и состоит. Параллельные вычисления в PHP, конечно же, могут быть представлены различными фреймворками. Параллельные и асинхронные. И если начнете гуглить, опять же, то вас, скорее всего, выдаст SWOOL, потому что, в принципе, это достаточно мощный фреймворк, который помогает здесь крутить с PHP достаточно классные штуки. Но как раз когда я работал над этой презентацией, я столкнулся с таким интересным комментарием, что это будет еще один доклад про Roadrunner, PHP, SWOOL и прочее. Но, конечно же, я перед собой такой цели не ставил. Именно поэтому здесь я хочу вас познакомить непосредственно с true-параллельными вычислениями в PHP, а именно с библиотекой Parallel, которая, начиная с PHP 7.2, может организовывать полноценную многопоточность и параллельные вычисления в PHP. По сути, что такое Parallel? Parallel – это такая альтернатива PeterEdge, который у нас уже был достаточно давно и подвергался критике в отношении потока безопасности и так далее. У нас при этом наш Parallel, он доступен с версии 7.2 и выше. И по факту мы здесь имеем полноценные потоки, а не корутины. По QR-коду можете посмотреть на то, что из себя представляет Parallel в документации. Но, тем не менее, давайте немножечко здесь разберемся с терминологией. Потоки и корутины, как бы их не спутать. Поэтому начнем мы с синхронного выполнения кода. То есть у нас есть системный поток. Мы запустили, можем в топ зайти, увидеть, что у нас есть PHP, поток, мы с ним работаем. В нем у нас есть главный вызов, у него есть дочерний и так далее. То есть у нас есть полноценный стек вызовов. И, по сути, если у нас условно есть два метода, главный и дочерний, то один поток выполнения, он у нас так и есть. В нем вызывается главный метод. Он вызывает дочерний. И вот пока дочерний у нас не завершится, мы в главный не переключимся. То есть у нас есть блокирующий вызов, и мы ожидаем завершения. То есть вызывающая функция ждет полного завершения вызванного. Если мы говорим про концепцию корутин, которая, кстати говоря, в PHP тоже представлена с недавнего времени, но сейчас в это тоже углубляться не будем, то в данном случае мы можем осуществлять квантование. То есть у нас есть главный поток. Мы переключаемся в нашу корутину, запускаем ее, например, начинаем отправлять запрос. В какой-то момент мы из этой корутины можем передать выполнение обратно нашему основному потоку. Например, если мы знаем, что запрос будет выполняться долго, и мы хотим вернуться к нему только в тот момент, когда он у нас будет обработан. Мы, соответственно, из корутины таким же елтого там условно выбрасываемся обратно в главный поток, работаем и возвращаемся в корутину только тогда, когда туда пришел результат. То есть по факту мы работаем все в том же одном потоке. И точно так же передаем выполнение между различными методами. Но один метод уже здесь не блокирует другой, и другой метод может в какой-то момент собрать на себя работу. Мы можем передать туда выполнение, и он будет сам по себе работать. При этом мы можем еще и асинхронно работать вне зависимости от главного потока. А вот если мы говорим про потоки полноценные, то у нас здесь уже появляется независимая обработка, параллельная. То есть создание потока у нас является более дорогой операцией, но при этом все операции уже идут строго параллельно. То есть если мы отправляем пять запросов, все эти пять запросов будут идти параллельно, они не будут блокировать друг друга, и при этом данные, которые будут получены, будут оставаться непосредственно в потоках. То есть по сути разница между корутинами и трендами здесь, если кто еще для себя это не осознал, в том, что корутина, она не блокирует основной поток, но работает внутри, и обеспечивает асинхронную работу, то есть работу по event loop, по событиям. Потоки – это уже выделенные сущности с параллельной работой, и зачем, собственно, нужны корутины и потоки? Корутины специализируются на том, чтобы снизить общую нагрузку на систему. И за счет того, что мы квантуемся между нашим выполнением различных методов, мы можем более эффективно расходовать выделенные нам ресурсы. То есть у нас не будет как такового где-то там простоя. С другой стороны, есть потоки. И потоки, они не про экономию ресурсов, они именно про ускорение каких-то сложных вычислений, то есть то, что можно выполнить в параллель и потом консолидировать. Но при этом, конечно же, в потоках про экономию ресурсов речи особенно не идет. Давайте теперь посмотрим, как это у нас выглядит непосредственно в фреймворке Parallel, как у нас будет выглядеть код. Итак, после того, как мы подключили нашу библиотеку Parallel, мы можем, соответственно, создавать основные классы, которые нам там доступны. Ну и самым таким базовым классом там будет класс Runtime, в который у нас будет создавать новый поток. То есть мы сохраняем его в соответствующую переменную, вызываем метод run. Если кто-то там изучал какие-то другие языки со встроенной многопоточностью, могут здесь увидеть сходство. В общем-то, здесь ничего не стали принципиально нового изобретать. То есть у нас есть основной поток. В этот момент запускается новый поток, наш вот этот вот Runtime. При этом сам Runtime, когда он у нас выполняется, он может принять на вход некий метод, который будет выполнять внутри себя. По сути, это тип closure, который представляет из себя какую-то функцию, что-то мы делаем внутри нашего потока. И в итоге, естественно, мы можем возвращать какие-то значения. По результату работы наш поток, он отдает свои результаты в объект типа future. То есть мы можем вернуть в основной поток то, что наделал наш поток дочерний. Согласитесь, это удобно для обмена информацией при необходимости. При этом, когда мы, соответственно, передаем эти значения, мы, например, можем у фьюча вызвать метод value, и он нас выведет то, что возвращает непосредственно передный наш таск внутрь нашего потока. Но в целом здесь мы дожидаемся результатов работы потока, и вроде бы все хорошо. Но, как правило, в многопоточности у нас возникает необходимость шаринга между потоками, для каких-либо ресурсов. Ну, например, мы хотим работать с каким-то одним консолидирующим объектом в режиме реального времени, туда будут поступать данные. Допустим, когда этот консолидирующий объект набирает в себе достаточное количество информации, мы, допустим, завершаем выполнение и отдаем его наружу. То есть есть какой-то некий общий ресурс, условно, перемены или еще что-то, или объект. И вот как раз-таки в Parallel для этого существует класс Channel. Класс Channel здесь оборачивает эти общие ресурсы. Он передается у нас непосредственно в таск, и через него мы уже можем общаться между потоками, через Channel, то есть обмениваться какими-то данными. У нас есть отправка данных, это метод Receive Channel, точнее, получение данных. И отправка это, соответственно, Send. При этом Channel у нас является потокобезопасным. Вам не нужно здесь заморачиваться на тему Mutex, на тему того, что у вас там будет состояние гонки. То есть Channel является полноценной оберткой для расшаренного ресурса, и он уже решает все вот эти классические проблемы обмена данных. То есть мы поддерживаем передачу замыканий в наши каналы. Но при этом обратите внимание, что если мы в канал передаем замыкание, оно у нас кэшируется, что круто. То есть для каждого нового потока не нужно будет по-новому интерпретировать этот код. У нас передается уже закэшированное замыкание, что у нас, естественно, ускоряет работу нашей системы в целом. При этом, если вам не нравится Channel по каким-то причинам, вы можете использовать класс Sync и написать свои Mutex, и, в принципе, жить так, как вам больше нравится в многопоточном мире. При этом можно работать с Event Loop, то есть есть класс Event, вы можете реагировать на события отправки, получения данных и так далее. То есть, в принципе, библиотека достаточно богатая, и по, опять же, QR-коду можете перейти, посмотреть на еще одно видео с бенчмарком, с примерами и комментариями как раз-таки о том, как расходуются ресурсы в нашем непосредственном многопоточном приложении, и как оно в целом строится. При этом есть особенности работы нашего Parallel. Во-первых, это то, что пока еще достаточно скудная документация по нему. Несмотря на то, что появился он еще в версии 7.2, но небольшой опыт сообщества, он дает о себе знать. Информацию найти по Parallel достаточно сложно, поэтому пока это все еще нарабатывается. Тем не менее, это действительно готовая библиотека многопоточности. При этом сборка в докер, она заставит попотеть, и вообще, в принципе, в контейнер, потому что там нужно поизгаляться с подключением. Деваг потоков, естественно, он будет требовать специфических решений, потому что вам нужно будет смотреть, в каком потоке произошел отвал, да, то есть добавлять какие-то метрики о том, чтобы было понимание, да, там, в одном потоке произошло ошибка, или там, в разных, и так далее. И еще раз, да, это не снизит расход ваших ресурсов. Это позволит вам ускорить сложные, большие вычисления поверх большого объема данных. Но, опять же-таки, да, мы уже посмотрели с вами channel, но channel – это какая-то перемена, да. А что, если нам нужно работать, ну, например, с базой данных? И здесь мы должны понимать, да, что в любом случае шаринг ресурсов, он у нас возможен только между потоками, между процессами. Если у нас есть процесс, который запустил у себя несколько потоков внутри, и другой процесс, который тоже запустил несколько потоков внутри, уже обмен через channel тоже точно так же не получится. То есть interprocess communication здесь будет идти только через внешние системы. И здесь, конечно же, тоже есть аспекты, которые вы должны учитывать, когда работаете с многопоточным приложением. Ну, самый классический пример, да, это состояние гонки. У нас есть два потока в двух разных процессах, которые лезут в одну и ту же баз данных. У нас есть один процесс, который читает количество товара, товара А, получая значение X. В этот же момент у нас второй поток во втором процессе читает количество этого же товара, тоже получает количество X. В этот момент у нас количество товаров, допустим, обновляется. Кто-то что-то купил. И тут же, соответственно, второй процесс, второго потока тоже обновляет это количество. Соответственно, они оба будут отталкиваться от X, полученного в самом начале, а не от обновленного значения. Конечно же, здесь решением будет введение транзакции. Транзакции позволят нам обеспечивать необходимый уровень изоляции данных и позволят нам не беспокоиться о том, что один поток перетрет данные другого потока. Но здесь нужно понимать, что транзакции, они могут снизить скорость работы нашего приложения, потому что когда у нас на дна транзакция начинает блокировать обновления, другие, соответственно, встанут в очередь. И в высоконагруженных приложениях, да, это может приводить к тому, что какие-то транзакции с каким-то большим количеством обновлений данных, они могут реально замедлять нашу работу. Вплоть до дедлоков, да. Когда у нас два процесса, стартанули транзакции. Сначала первый обновил количество товаров в тейбл 1, второй обновил у себя в тейбл 2, и дальше хотят перекрестно обновить данные и, естественно, начинают ждать друг друга в этот момент. У нас случается дедлок, они не могут дождаться разрешения этой проблемы. Как мы здесь решаем эту проблему? Ну, во-первых, это атомарность транзакции. То есть не нужно загонять 25 штук обновлений в одну транзакцию и ждать, что они там дружно выполнятся. То есть старайтесь разбивать транзакции по смыслу. То есть, ну, например, два запроса, один select for update, второй update. Все круто. Здесь у нас получается атомарная транзакция. Два запроса, никто никого ждать не будет. Но если у вас идет огромное взаимодействие, то, конечно же, здесь дедлоки реально будут увеличивать свои шансы. При этом еще одна интересная вещь – это порядок обновления. То есть посмотрите, если мы сначала обновляем в одном потоке аккаунт 1, потом аккаунт 2, а во втором потоке сначала аккаунт 2, потом аккаунт 1, здесь у нас случится дедлок. Это как раз-таки пример из документации, например, в Postgre, с которым вы можете столкнуться. И вот если мы поменяем здесь порядок, то есть сначала обновим аккаунт 1, потом аккаунт 2, дедлока не случится. Вот такие аспекты тоже нужно держать в уме. Именно порядок обновления, чтобы у нас не было такой проблемы. То есть помимо отобарности транзакции нужно соблюдать именно этот порядок. Ну и, конечно же, блокирующие запросы, то есть запросы на обновление данных, вставка, апдейт, соответственно, удаление, они все должны быть максимально приближены к концу транзакции, для того, чтобы другие запросы, которые имеют более низкий уровень блокировки, успели в этот момент выполниться. Это, соответственно, аспекты именно больших обработок, которые у нас требуют многопоточных вычислений. И теперь давайте перейдем непосредственно к демонам. Вернемся к нашему примеру с отчетом. Мы строим отчет, набираем сырые данные, трансформируем их и формируем представление. Набираем сырые данные. А что, если к нам сырые данные приходят по инициативе поставщика, и нам нужно их получать вот здесь и сейчас, через API? То есть мы формируем крон, ждем обращения, но мы ограничены. То есть крон у нас запускается раз в минуту, а если данные приходят, например, чаще, мы не сможем здесь ничего сделать, конечно же. Поэтому мы говорим, давайте слушать события. Запускаем скрипт, while true, ждем каких-то событий. Событие случается, мы его обрабатываем и, соответственно, возвращаемся в ожидание. То есть у нас есть непрерывная работа, перманентное соединение, допустим, с источником, но это не обязательно. У нас появляется уже even-driven логика, то есть мы не сами запускаем какую-то обработку, а мы именно ждем события. И мы можем ответить на события по результату, то есть выполнить какой-то callback. Ну, понятное дело, что самый простой вариант это выполнить while true, и все будет у нас вроде как работать. Но по факту процесс у нас никак не отслеживается, то есть мы его можем только грохнуть через хальт, через консольку, и по сути это процесс шрёдинга. Мы не понимаем, что происходит внутри, какие у него там внутри идут операции, и вообще как за этим всем следить. Поэтому, конечно же, здесь старый добрый PCN-TL нам помогает. Цикл внутри, конечно же, никуда не девается, но если мы используем PCN-TL в ширине наше, то демон внутри себя уже будет знать свой ID. То есть мы запускаем основной процесс, от которого делаем форк, по аналогии на самом деле с потоками, и мы уже можем здесь реализовать реакции на сигналы. То есть мы можем, например, сделать graceful stop, graceful restart. То есть если мы делаем хальт какой-нибудь, то у нас что-то писалось в базу данных, какой-нибудь батч результатов, мы сделали хальт, там Ctrl-C нажали, все, у нас там половина не записалась, данные покрашились, потеряли консистентность, и все очень не здорово. Если мы дружим с POSIX, если мы дружим с сигналами, мы можем послать туда graceful restart. То есть мы понимаем, что случился graceful restart, и мы можем описать логику, которая будет дописывать текущую итерацию, как-то коммититься или еще что-то, и после этого уже останавливаться. Как это выглядит на практике? То есть когда мы берем и запускаем наш многопоточный тест, у нас запускается основной процесс, и от него форкаются, вот здесь, как видите, на верхнем экране, 4 процесса, и они же отображаются у нас в запуске, тоже по ссылке на QR-коде, сможете посмотреть эту гиблиотеку на GitHub с простым примером многопоточным, с которым может с вами поиграться такая песочница для тех, кто хочет познакомиться. Именно я здесь упомянул слово многопоточность, но оно в другом контексте, да, это, конечно же, запуск именно форков, процесса нашего, многопроцессность, давайте так, потому что можем запутаться здесь, это не многопоточность, это именно дочерние процессы. При этом, конечно же, мы получаем здесь возможность реагировать на появление новых событий, то есть у нас работает демон, он слушает события, он сам по себе, мы можем отслеживать появление новых записей, например, в базе данных. Если у нас используются очереди, там, Apache Kafka или Revit MQ, мы можем слушать очередь и точно так же реагировать там тут же на появление наших записей, то есть уже не по крону, а именно через наш демон. Более того, мы можем вообще через демон слушать какой-нибудь Unix или TCP сокет, где будет уже более низкоуровневая передача данных, где мы будем непосредственно слушать клиента, ну, Unix сокет у нас подойдет, если клиент у нас на той же железке, например, работает или в той же инфраструктуре TCP, если у нас, соответственно, есть соединение с каким-то внешним источником данных, и мы хотим более легковесные данные передавать, для того, чтобы ускорить обмен информацией. Это тоже можно делать через непосредственно PHP, во-первых, потому что есть модуль Event, это набор классов, которые позволяют организовывать Event-driven логику, и также у нас есть модуль Socket, это набор классов, которые позволяют работать с интернет-сокетами, с сетевыми, он так называется, IFNN, и IFUNIX, это непосредственно соединение с Unix-сокетами, то есть с неким файликом сокета, через который идет обмен данных. Какие здесь есть аспекты работы? Ну, во-первых, да, когда ходили по собеседованиям, наверняка сталкивались с серией, как устроена память в PHP, и если кто готовился к этим собеседованиям, то знаете, да, потому что у нас ZVAL-контейнер, у нас живет в памяти, пока на него есть ссылки. Что это для нас означает в аспекте демонов? То есть если у нас есть какой-то массив, event data, в который мы накидываем и накидываем наши данные, которые у нас поступают, и никак не очищаем этот массив, мы просто туда все сохраняем, то с ростом, точнее, с ходом времени наш массив будет разрастаться. И разрастаться он будет достаточно быстро, если у вас достаточно много событий появляется в системе. То есть накопление данных будет реально давать вам утечку памяти. То есть данные, которые вы не используете, они будут тупо жрать вашу память, и в какой-то момент у вас процесс грохнется, потому что сожрал очень много ресурсов, его оум-киллеру бьет. Поэтому здесь помогают те же самые генераторы. То есть мы, опять же, возвращаемся к парадигме. Работай только с тем, что нужно тебе здесь сейчас, прямо в данный момент. Плюс у нас PHP держит открытым одно соединение к базе на пользователя в момент времени в нашем процессе. И это соединение может залипнуть, поскольку демон у нас работает днями, часами, даже больше. И соединение вроде как есть, но данные по нему не ходят. Такое случается действительно не только с базой данных, но и с другими ресурсами. Первым делом лезем на форумы, видим там, а используйте Persistent Connect. Он здесь ничем не поможет. У нас и так висит одно соединение с базой данных, там и с внешним источником. И какая нам разница, персистент или не персистент. PHP соединение у нас будет висеть, пока не остановится процесс. То есть как-то надо мониторить возможность соединения, потому что процесс один работает долго и не получится быстро отследить отвал, потому что вы его запустили, он у вас где-то болтается там на сервере, вы туда заходите, там, не знаю, раз в неделю посмотрели, ну, вроде работает, да, а он может через 5 минут залипнуть, и все, у вас неделю будет болтаться вот этот вот залипнувший процесс, и вы только потом узнаете, что у вас ничего не отработало. Можно решить, конечно, проблему в лоб. Мы можем взять и рестартнуть демон принудительно, но это, конечно, снизит вероятность залипания, но при этом не гарантирует того, что их вообще не случится. То есть вы рестартанули, через 5 минут процесс залип, он у вас там, допустим, раз сутки рестартится, а оставшиеся сутки он висит залипший, и вы ничего не сделаете. Решение поумнее. Мы можем отправлять какой-то тестовый запрос. То есть мы должны сделать некую ручку проверки у нашего внешнего ресурса, у нашего демона. Когда мы туда просто дергаем отправку запроса и смотрим, если у нас, допустим, запрос не укладывается в какое-то количество там секунд или миллисекунд, то мы считаем, что демон у нас грохнулся, а вертим, и демон надо перезапускать. Это уже лучше, потому что мы можем на это подвесить мониторинг, мы это можем отслеживать и работать с этим. И, конечно же, APM. Это уже Application Performance Monitoring Tools. Здесь мы можем использовать Elastic APM, New Relic, Pimbo, то есть все, что умеет дешево и быстро сохранять трейсы. Да, ни в коем случае не X-Debug. X-Debug вам демон очень сильно переусложнит. Он тяжелый, и его использовать в продакшн-средах не надо. Нужно использовать именно APM-расширение. Ну, например, на вашем экране Elastic APM. По сути, вы ставите его как модуль к вашему PHP, и он начинает автоматически собирать трейсы в себя и показывать проблемы. Если кто-то работал с New Relic, New Relic это вообще из коробки отлично делает, и также может отслеживать какие-то ручки, хелс-чеки и так далее. Поэтому в целом APM это уже следующий шаг, который вам поможет сделать выполнение скрипта не просто отслеживаем, но и смотреть, да, как эволюционирует потребление ресурсов при помощи этой тозы. И, да, если нужно, где-то вы можете там что-то уже оптимизировать, понимая, откуда вы растете. Конечно, демон может у вас зависнуть, упасть из-за критических изменений окружения. То есть если, допустим, у вас расширился или сузился диск, если у вас какие-то сетевые настройки поменялись, поэтому нужно отслеживать, опять же, состояние демона и уметь его переподнимать. Поэтому мы с вами уже обсудили PCN TL, и здесь он очень становится важным, потому что, как я уже сказал, обязательно нужно иметь graceful возможность рестарта для того, чтобы у нас демон мог остановиться, закончить текущие обработки, и только тогда дать возможность его рестартануть. То есть, по сути, у нас есть точка запуска демонов, в которую у нас создаются наши демоны. При этом вы можете прописать там запуск нескольких демонов, которые будут висеть уже в системе на выполнении. Вы через эту точку доступа, опять же, можете посылать туда сигналы POSIX, которые вам нужны, да, то есть там жесткое терминирование, да, там graceful, restart, kill и так далее. И вы можете хранить, соответственно, айдишники запущенных демонов точно так же, чтобы понимать, ага, вот этот вот демон у меня обрабатывает вот этот API. Вот этот демон следит вот за этой очередью. И для этого уже построить мониторинг. А, и сюда же мы можем уже прикручивать хелстчек и ручки к этим демонам, которые мы уже с вами обсудили, и подвешивать их в APM. То есть, в общем-то, можем контролировать наши демоны постоянно. Такие здесь еще есть особенности именно долгоиграющих предложений. Это ДНС. Дело все в том, что FPM и PHP, они могут кэшировать ДНС на момент запроса. И если у нас FPM отрабатывает за несколько секунд, если все попроще, то PHP демон, который запустился и закэшировал ДНС на момент своего запуска, работает он, допустим, полгода. Если вы понимаете, что у вас есть внешние ресурсы, к которым вы обращаетесь не по IP-адресу, а именно по доменному имени, если у доменного имени сменится IP-адрес, то у вас демон приляжет. Поэтому здесь, конечно же, нужен мониторинг, и вы должны понимать, что лучше все-таки использовать более низкий уровень подключения, потому что такая проблема здесь реально есть. Поэтому демоны у нас должны подчиняться следующим правилам. То есть демоны у нас требуют атомарности, не нужно в один демон пихать все подряд. То есть один демон, один процесс, как в докере. Соответственно, чем меньше зависимости, тем лучше. Не нужно напихивать туда сразу все библиотеки, которые вам нравятся. То есть здесь примерно как с Alpine контейнерами, в которых есть минимум того, что вам нужно. Также и здесь. Смотрите, отталкивайтесь от головы PHP, потому что чем больше будет модуль, тем больше будет расход ресурса, тем выше будет риск того, что вы где-то напишите код с утечками. Но здесь, опять же, не виноват PHP, а виноват тот, кто на нем пишет. И, конечно же, минимум зависимости нам в этом плане помогает. При этом аспекты сборки, они тоже будут иметь свое место, потому что когда мы собрали, протестировали, упаковали наш демон, старшая версия, как я уже сказал, опять же должна уметь завершить текущую обработку, остановиться. При том, что у нас в принципе демон терпит переключение, мы остановились, запустили новую версию, мы должны отслеживать, какая версия демона у нас сейчас работает на продакшене. То есть демон должен себя каким-то образом идентифицировать, поэтому в мониторинге неплохо отслеживать какие-то сигнатуры у этого демона, то есть какой версии он у нас работает. Это, в принципе, можно сделать в той же самой health check ручке, то есть она отслеживает и то, что демон работоспособен, что там ничего не залипло, и какая версия демона сейчас крутится на проде. То есть мы после этого перезапускаем новую версию и в мониторинге видим, ага, что у нас запустилась версия 1.1, и мы с ней работаем. Какие выводы мы можем сделать из моего короткого и быстрого рассказа? Во-первых, то, что PHP жив, живее всех живых и продолжает развиваться. Не обязательно брать новый язык программирования, если перед вами встают принципиально новые задачи. Посмотрите в сторону того, что вы уже имеете у себя на продакшене, как вы можете это переиспользовать. При этом думайте не где, а когда, как говорил Эмит Браун из фильма «Назад в будущее». Когда вы разрабатываете демоны или большие обработки, думайте на более далеком горизонте, чем несколько секунд. Ну и, конечно, не стоит забывать о мониторинге, кэшировании, расшаривании ресурсов. То есть сайт эффектов здесь добавляется, потому что это, в принципе, новый пласт разработки. Но за счет этого вы получаете выигрыш в том, что вы не тратите ресурсы на изучение нового языка, на новых программистов, и получаете, конечно же, пакет новой функциональности. На этом у меня все. По QR-коду на ваших экранах вы можете перейти по ссылке и заполнить опрос непосредственно о выступлении. Понравилось, не понравилось, что можно было сделать лучше. Ну и я буду, конечно же, рад любой обратной связи. Надеюсь, что мой доклад был для вас полезен. Я готов поотвечать на ваши вопросы здесь, на последнем слайде, пока у вас будут, соответственно, QR-коды на материалы, которые я упоминал непосредственно в своем докладе. И мои контакты, с которыми вы можете ознакомиться. Спасибо. Готов поотвечать на вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.